Здравствуйте дорогие подписчики, сегодня я хотел рассказать о таком персонаже, как Кунг Лао. Его слабости, движения и его недостатки. Давайте его выберем. Вот, а я сейчас о нем расскажу, что это из себя представляет персонаж. Это, ну, как сюжет маленько. Он является потомком шаолинского воинка Великого Кунг Лао, который на турнире «Смертельная битва» смог победить самого Шан Цунга. Понимаете? Позднее Великий Кунг Лао был убит союзником Шан Цунга, принцем Горы из расы шоканов. Кунг Лао в наших дней является тихим и скромным воином. Хотя он и придерживается традиционных убеждений шаолинских монахов и в целом несторонних насилия, при необходимости Кунг Лао может быть беспощадным воином, особенно если на кону стоят жизнь друзей и свобода его мира. Так, ну, сейчас я помаленько расскажу, что у себя персонаж представляет. Какие у него плюсы, минусы. Надеюсь, у меня получится хорошо, хотя я сам им не играю. Ну, плюсы у этого персонажа очень быстрые спешл-атаки. То есть они очень, ну, очень быстрые они. Хороший антизонинг, ну, такими спешлами, как вот, кидает шляпу, телепортируется. Вот, также кидает шляпу. Хорошо он может на расстоянии с соперником драться. Хороший миксап и за счет телепортации. То есть различный у него удар, но это я позже расскажу, какие у него там это. Также у Кунг Лао достаточно низкий хитбокс. Хитбокс это значит, что... Это значит, что вот, напротив, наклоняется Кунг Лао, да, и насколько другой игрок сможет по нему попасть. Так вот, у него такой низкий хитбокс, что часть средних атак, мид-атак, не попадут по нему, когда он сидит без блока. Вот, ну, это такая особенность персонажа. Минусы его в том, что за многие его спешлы, движения эти, да, можно наказать и наказывать фулл комбой. То есть, если вы часто себе нажимаете блок, при игре с ним и ловите Кунг Лао на каких-то... Он, например, сделал какую-нибудь вот это, допустим, да, и вы поставили блок. И можете спокойно наказывать максимальный дэмэдж там на скрин, на... Ну, это... как вы хотите. Так, давайте поговорим о движении, одному из движений Кунг Лао специфическим. Это движение вперед икс. Ну, он сближается с соперником достаточно быстро. Он сейф на блоке, то есть, если даже вы поставите блок, не сможете как-то наказать его. Вот. Также этот удар можно скенсить. Ну, то есть, нажать другой удар в момент его... Вот, допустим, нажали вперед икс. Например, нажали вперед икс, да? Потом резко нажимаете спин. То есть, какие-то удары можно канцлить. То есть, этот удар можно скенсить. Сейчас попробую. Вот. Вот. То есть, наказать нельзя, да? Его наказать нельзя. Вот. Но это один из его специфических ударов. Запомните его. Миксайте с помощью него. Прести. Там раз, раз, раз. Раз. Потому что он не наказуемый. Так что можно спокойно им пользоваться. Так, давайте поговорим о его движениях. Первый удар это спин. Нажимается вниз, вперед, квадрат. Он очень быстрый. То есть, очень быстрое движение. Помогает выйти кунглау на комбу. Особенно, если соперник на вас прыгает. Очень хорошая антиэр атака, если соперник тоже на вас прыгает. Вот, допустим, тоже покажу, как... Бэм, 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 бэм. Вот, допустим, соперник прыгнул. И продолжаете там. Ну, сейчас, подождите. То есть, очень хороший антиэр. Но, также у него... Также он является лучшим антиэром в игре. Минус то, что на блоке очень страшно оказывается. Так что имейте в виду, что... Что, что, что. Его можно наказать. Экс-версия его. Отличается от обычной вирсии тем, что... Блин, пятерный сетер не получается. Очень быстро можно сблизиться с соперником. Вот. Ну, помогает даже, если соперник не ожидает. Вы можете раз, так же, так же продолжить. Минус такой же. Очень страшно оказывается на блоке. Дальше. Его движение. Хэд-тос. Нажимается назад, вперед треугольник. При нажатии вверх-вниз... Ну, то есть вы нажали вперед... Назад, вперед треугольник. Нажимаете вверх. Видите, шляпа летит вверх. Нажимаете вниз. Шляпа летит вниз. Ну, с помощью него можно хорошо зонить. Как вы понимаете. Минус. Наказывается тоже фу-комбой на блоке. То есть его, это движение перепрыгнуть. Экс-версия. То есть версия, которая тратит полоску. Вот. Я покажу, как она выглядит. Ну, она в основном используется для джаггла. Вот. Вот. Также можно использовать как лаунчер с воздуха. Ну, тоже хорошо зонить. Ну, тоже тратить полоску, конечно, нежелательно, используя линейку. Дальше. Второй, третий удар. Один из его основных, которым помогает ему быстро сближаться с соперниками, это телепортатор. Называется вниз-вверх. Очень крутая вещь для кунг-глау. Вот. Позволяет миксапить, пресить соперника. Когда вы телепортируете, вы можете, допустим, телепортируете, нажимаете в треугольник. Треугольник, да. Это удар архивер-хед. То есть, если вы поставили нижний блок, он вас заденет. Помогает выйти на комбу. Ну, допустим, для примера, да. То есть, вы можете продолжить какую-то комбинацию. Сейчас вам, подождите, закончится анимация. Вот. На блоке сейв. То есть, если вы поставите блок от этого удара, вы не сможете как-то его наказать. Дальше. Телепорт с квадратом. Это бросок. Вот. Бросок от соперника. Наказать это движение можно быстрым апперкотом. Если вы играете персонажем с быстрым апперкотом. То есть, каждый персонаж, у него определенная скорость. Чушку-то говорю. Аперкот. Вот. Можно наказать данное движение. Дальше. Если нажать круг, отталкивает соперник. Как вы видите, комбу вы продолжить не можете, но отталкиваетесь соперника на какое-то расстояние. Дальше. Движение. Если вниз и вверх нажать, нажать X. Это движение не накажется, как я понимаю. Вот. Дальше. Можно слинковать в комбу так же. Вот конкретно. Видите, я показал. Ну, тут у меня не... Ну, вот первое движение получилось, как вы видите. Дальше. Это же движение. Телепортатор, да? С полоской. Но она позволяет... Вот, видите. С разных сторон появляется кунглава. Он путает противника и меняет позицию вылета. Нельзя наказать его даже на блоке. Вот. Имеет суперармор. То есть поглощает несмертное количество ударов. Даже если вы что-то будете пытаться делать. Даже не пытайтесь. Что-то сделать. Ставьте просто блок и терпите, пока кунглава закончатся его комбинации. Так. Ну, вот о телепортаторе я рассказал. Телепортатор, телепорт. Дальше. Движение граунд-хед. Вниз-назад треугольник. Ну, это нижняя атака, как вы понимаете. Бьет по низу. Торо очень хорошо помогает зонить. Ну, с другими соперниками. Наказывается так же, если его перепрыгнуть. Можем наказать. Экс-версия, то есть версия, которая тратит полоску. Позволяет, видите, шляпу держать какое-то время. Нажимая, например, вы пустили. И держите треугольник. Вот. Позволяет прийти соперника. Допустим, вот вы делаете, раз. И начинаете. Вот. Сейчас, подожди. Даже не получается у меня. То есть оно позволяет. Допустим, если, допустим, в углу соперник, да. Вы можете движение сделать, когда соперника уронили. И начинать комбить. Пресить там, пресить. Миксовать. Вот. В углу помогает. Дальше. Дайв-кик. Тоже очень хорошее движение у кунг-глава. Нажимается в воздухе вниз кругляшок. Но оно используется против прыгающих соперников. Также может использоваться как комбо. Ну, допустим, при... Когда вы прыгаете на соперника, нажимаете ногу. Допустим, так. Сейчас. Вот видите, делается два удара. Вот. Он также помогает. Это дайв-кик. Отличный метод сбежения с дальних дистанций. Дайв-кик. Гарантированно используется в комбин... На блоке. Так. Если... 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 Также его недостаток. Если соперник поставил блок. Очень можно наказать в фулл-комбой. Экс-версия. Как вы видите, больше сделает ударов. Три удара делает. Если им попасть этим вот... Который тратит полоску ниже колена. Но это надо уметь. То есть, в принципе, он не наказывается тогда. Даже если вы поставите блок. Вот. Так. Ну, о всех движениях вроде рассказал. Давайте расскажу о X-Rey. Ну, X-Rey тоже, как и спин, очень хороший антиэйр. Очень хороший. Ударяет с двух сторон. То есть, как и справа, так и слева. Так. Используется в комбах. Ну, и, как я говорю, антиэйр. Там, допустим, вот я вот показывал вам. Показывал. Допустим, сейчас. Я вам... Ну, вот, ну. Супер примитивная комба. А вот. Супер примитивная комба. Ну, так же, это движение, как я говорил. Ну, оно перебавит любую воздушную атаку. Если вы прыгаете на него, а вы используете X-Rey, то, как бы, это... Бесполезно прыгать. Из всех лучших телепортатов лучше использовать с крестиком. Ну, я, правда... Не получается почему-то. Но это, наверное, старая информация. Вот. Ну, в принципе, я рассказал о Конглаве все. Ну, основные какие-то движения. Вам, может, что-то будет интересно. Что-то, может, вы почерпнете. Ну, как бы, вам решать. Вот. По комбам Конглава я уже все описал, рассказал. Ну, все. До скорых встреч. Ждите следующих обзоров от Red Vector. Пока.